Всем привет! Это обзор Лего и его аналогов от Калина Красная. Сегодня у нас в обзоре замечательный наборчик Лего Бреггерц под артиклом 75317, который называется у нас Мандалорец и Ребенок. Данный набор посвящен сериалам Мандалореца и по первому сезону, в начале серии, когда у нас впервые появился Малыш Йоду Грогу, и Мандалорец еще у нас в старой броне, не в Бескаровской. Вот, посвящен у нас первому сезону сериалу Мандалорец, который мы все знаем, любим, и выполнены у нас две здесь постройки. Это у нас Мандалореца и Малыш Грогу в своей защитной капсуле. Вот, всего у нас 227 деталей в данном наборе, и я его купил на Али в русской доставке ТМЛ за очень вкусную цену, за 500 рублей. На самом деле, ребята, я его очень давно купил, где-то, наверное, весной, если даже не зимой, и все это время у меня вот здесь он стоял с краю. Если можете посмотреть мой предыдущий обзор или там видео какие-либо последние, и увидеть, что справа у меня здесь стоял этот набор, я его никак не мог раскрыть, открыть, добраться и собрать. В общем-то, это у нас Брекхедс, довольно-таки уже, ну, почти, можно сказать, не старая, но не новая, в общем, такая вид лего, где мы собираем такие квадратные фигурки небольшие по разным вселенным, там буквально по разным героям, там вплоть до животных, по-моему, даже доходило. В общем, очень интересная серия. Я не особо-то ее очень сильно люблю, не особо ее коррекционирую, потому, ну, даже вот по разным вселенным есть разные герои, даже которые меня интересуют. Например, был то же самое Док и Марти Макфлайз назад в будущее, очень интересный Брекхедс. Был Вейдер, отдельно штурмовик, Чубакка, Хансол, ну, это по Звездным Войнам. И был Люк с Дагоба и Йода, вот, тоже интересная постройка, но я их не купил в свое время. У меня из всех Брекхедс есть Танос, ну, потому что я не мог его вообще упустить, во-первых, я люблю очень сильно Танос, мне нравится персонаж, и плюс он вообще стоил там 300 рублей или 200, то есть он там был последний в детском мире, я его хватил, ну, вот, не мог я его не взять, очень уж, мне нравится. Так, давайте посмотрим на, у нас, на коробочку. К сожалению, она мне пришла помятая, она пришла мне в коробке, Али мне положил его не в коробке, пришла помятая, я пытался отбить хоть какую-то стоимость, вернуть деньги какие-то, но мне отказали, да, слишком часто я делаю возвраты. Вот так. На обратной стороне показаны фигурки и небольшие функции, но по функции у нас все очень скромно. Максим достается малыш Йода, садится в капсулу и ставится на подставку. Все. Больше ничего, такого интересного нету, и фигурки, ну, вот картинка, разве что популярная, с малышом Гробу. Вот, фигурки у нас тут в масштабе один к одному нет. Так, давайте вскроем посмотрим, что там. Насколько я помню, по Таносу там не пронумерованные пакетики леговские, но не знаю, давайте вскроем посмотрим. Так, ну, как вы знаете, я очень сильно люблю проверять, хорошо ли лего заполнила свою коробочку пакетиками набором, не оставила ли нам лишнего воздуха. Ну, тут вроде, знаете, ну, вот стулечка где-то осталась. В общем, ну, справились, ребята. Воздуха нам мало положили, давайте посмотрим, что там внутри. Нет, все-таки, все-таки здесь все у нас по номерам. По номерам, потому что у нас две фигурки. Две фигурки. Это, я понимаю, будет чисто Йода, скорее всего. Гробу Йода, извините. Вот. Ух ты. Уч, упала. А, смотрите, прикольно. Тут, короче, все по номерам, но все относится к своим персонажам. То есть, вот это у нас, скорее всего, Мандалорец, а вот это Гробу и две инструкции. Ну, на каждого персонажа своя, видимо. Да, вот такие две инструкции. Напомню, если не говорил, набор у нас двадцатого года, то есть не сильно новинка. Здесь у нас наборы все двадцатого года. Прикольненько. Прикольненько, прикольненько. Некоторые наборы уже и не найдешь, наверное. 293 на полках уже не найдешь, точно. 284 тоже. Все остальные еще можно вроде как купить. Купить в детском мире уж точно. Вот. Но в детском мире, точнее, они могут затеряться где-нибудь. Здесь у нас что? Здесь у нас малыш Гробу. А здесь нам ничего не положили. А, ну, это первая часть, это вторая часть. Понятно. Так, ну что ж, давайте соберем и посмотрим на этих замечательных персонажей поближе. Итак, набор собран. И что я хочу сказать? Слушайте, ну, прикольно, очень прикольно. Вот такие две получились прикольненькие фигурки. Практически, можно сказать, они одинакового роста. Ну, за счет здесь капсулы, малыша йода. Очень прикольненько так выглядит. Их могут поставить сюда на полочку, к моим мини-фигуркам они будут стоять и радовать моих глаз. Но, в принципе, наверное, серия BrickHeads для этого и задумалась, чтобы просто как коллекционная фигурка такая, около-леговская, стояла и радовала глаза. Что ж, давайте посмотрим на них повнимательнее. Начнем мы с малыша Грогу. Вот такой вот у нас малыш Грогу. Мы его сначала высунем и вот посмотрим повнимательнее на такую капсулу. Что касается малыша Грогу, то мне все практически нравится, чуть за исключением каким скажу. Вот такая интересная капсула. Достаточно она интересная, такая вот ярко-насыщенная, цвета подобраны и интересные детальки. У меня, к примеру, таких не было. И детали корпуса. Это вот такие монолитные скругленные детали, очень интересные. То есть, если там что-то для построек, самоделок, это вообще супер. Так, ну и сам малыш Грогу. Так, ну и сам малыш Грогу. Ну вот если его сравнивать с китайской версией, я буду сравнивать с китайской версией, потому что LEGO-ска у меня спрятана за семи печатями. Вот, он достаточно очень похож в масштабе BrickHeads. Очень прикольная такая фигурка небольшая, прям маленькая. Вот если с Model Orson, то она прям, ну, соответствует масштабу, на самом деле. Ну, чуть меньше, конечно, хотелось бы, но все равно. Очень получилось, на мой взгляд, у LEGO-сов передать вот самого малыша, вот таким минималистическим стилем. Прикольно, что можно вот так ушки ему переставить, в принципе, как и это почти в большой версии малыша Грога LEGO-совской. И он будет уже другой вид, иметь впечатление. Единственное, что мне непонятно, зачем вот здесь спинами поставили детальку. Хотя можно было вот такую полностью заталенную, гладкую. Ну, это косячок, я считаю, на мой взгляд. Ну, хотя, вру, вру, у всех BrickHeads леговских вот тут вот так вот. То есть, ну, спинами такие небольшими. Ладно, ладно, это я уже придрался, блин, хотел придраться. В общем, малыш, блин, что-то не встарается. Малыш Грогу очень прикольный, было прикольно его собирать, действительно, интересно. Очень интересная такая постройка, я считаю, удачная. Так, сам Мандалорец. Мандалорец, давайте на него посмотрим. Вот здесь я придерусь кое к чему, но об этом скажу позже. Так, если его тоже сравнивать с мини фигуркой тоже китайской, у меня есть оригинальная леговская, если что, не в бескаре, то вполне очень даже похож и передается его общий стиль. Вот, очень все интересненько, прикольненько, красивенько. Так, что радует? Радует меня, что здесь у нас принты, это вот изображающая деталь у нас шлема. Потом принт вот здесь, наплечненько, он, по-моему, с песчаного штурмовика. Ну и сам Мандалорец. Очень удачно, по-моему, он, сама идея, конструкция взята с Боба Фетт, есть Боба Фетт такой же Мандалорец. Вот. Интересно, они передали здесь как бы плащ, прикольненько, хотя я вот в нем смысла здесь не вижу вообще, могли бы его упустить. Я думаю, не сильно все обиделись и все запомнили. Вот. Косяк в том, что вот почему вот здесь сделали спинами. Ну, вот все гладко, полностью весь шлем гладкий, то есть у нас здесь шлем, не голова там, а здесь спинами. Ну, вот тут и вот тут. Ну, блин, это косяк. Прям хочется взять и исправить, поставить на такую гладкий. В общем, тоже вполне удачно. Было тоже интересно собирать, но не так, как Йода. Не знаю, Йода, фу Йода. Грогу у меня больше зашел, Грогу намного больше зашел. Прикольно, что добавили детализации. Вот, я про это уже говорил, то, что здесь, типа, оружие, что-то такое. Какие-то на ремне у него эти кармашки, что-то еще, бинокль и вот такая вот пушечка маленькая. Прикольно. И сзади тоже мадлоруйская пушка, которая, ну-ка, наверное, будет вместе с ним вот так смотреться нелепо, да. Пушка лучше смотрится, чем вся эта конструкция. Так. Так, ну по итогу, что я могу сказать. Ребят, если вы фанат Звездных Войн, фанат сериала Мандалору... Так, ну и по итогу, что я могу сказать. Ребят, если вы фанат Звездных Войн или просто фанат Мандалорца, потому что есть фанаты Мандалорца, но про Звездные Войны вообще ничего не знают. Только слышали. Вот, определенно стоит взять набор, но, естественно, по скидке, потому что, ну, тысячу рублей уже, наверное, тем более, этот набор 2020 года не актуально для этого набора. Стоит дождаться по скидке, там, 500-700 рублей. Это прямо идеальная для него цена. Такая красивенькая фигурка, брикхед будет стать вас радовать. Я ставлю, наверное, на пять из пяти. Нет. Ну, ладно, пять из пяти. Они прикольные все равно. Прямо Грога у меня очень не зашел. Я планирую купить большого Грога. Накоплю, куплю. Там за три с лишним тысячи его можно поймать на Али. Вот. Поймаю, куплю. Мне очень нравится Грогу. Прямо хочу его в коллекции. А так, эти фигурки тоже достойные и прикольные. У меня на этом все, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик и вступайте в группу ВКонтакте, где мы укладываем новинки Лего и его аналогов. Всем пока!